Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. Центральная избирательная комиссия Гагаузии в ходе брифинга подвела итоги деятельности за минувшую неделю. В селе Конгас прошли консультации с жителями по незаконной обработке пастбищ. Муниципальные власти Камрата ведут планомерную работу по улучшению экологического состояния в пойме реки Алпук и безопасности жилых построек в этом районе в период дождей. Центральная избирательная комиссия Гагаузии в ходе брифинга подвела итоги деятельности за минувшую неделю. Тему продолжит наш корреспондент. В ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Яна Коваленко представила информацию о тираже избирательных бюллетеней. В целом количество избирательных бюллетеней будет напечатано в количестве 93 451 бюллетеней. Для проведения выборов башка на Гагаузии будут напечатаны на гагаузском языке 3769 бюллетеней, на государственном языке 3398 бюллетеней и на русском языке 86 284 бюллетеней. На выборах в народные собрания Гагаузии по двум округам в общей сложности будут напечатаны 5 314 бюллетеней, из которых на гагаузском и на государственном языке по 85, на русском языке 5 144 избирательных бюллетеней. Также было отмечено, что за наблюдением избирательного процесса ЦИК Республики Молдова зарегистрировало 7 международных наблюдателей. Также в ЦИК поступили уведомления от нескольких организаций о проведении на территории гагаузской автономии и экзитпола. Центральной избирательной комиссии Гагаузии было принято к сведению предварительное уведомление общественной организации СПЕРА и компании Интеллект Групп о проведении экзитпол, опрос мнения на выходе из избирательных участков в рамках второго тура выборов главы Башкана Гагаузии, в том случае, если с первого тура не определится победитель. Также было принято к сведению уведомление компании Дата Интеллидженти Сиреле о проведении на территории гагаузии опроса общественного мнения, в том числе о намерении голосования в период с 18 по 22 апреля 2023 года. На данный момент в Центральную избирательную комиссию никаких жалоб не поступало. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. В селе Кангас прошли консультации с жителями по незаконной обработке пастбищ. В деталях разбиралась наш корреспондент Зинаида Канцер. В 2022 году по инициативе местного совета села Кангас комиссия управления агропромышленного комплекса провела частичную инвентаризацию земель в населенном пункте и выявила, что около 150 гектаров земли обрабатывается незаконно, из которых 71 гектар определены как пастбища. Однако, как выяснилось, и они засеяны сельхозкультурами. Как отметил советник Геннадий Тулба, примария должна выявить, кто засеял. Здесь мы видим полностью, вот эта вот часть находится как пастбище. Но выехав на месте, мы фактически показываем то, что здесь самозахвачена земля и спахана. Дальше, примария уже должна этим заниматься. У нас есть для этого примар. Мы, как советники, мы его, конечно, поддержим с этим вопросом. И я это не просто говорю и показываю, чтобы наши советники, те, которые поддерживают вот эти вот незаконные спашку земли, чтобы они тоже поняли, что не просто так с этим вопросом нужно как-то уже заканчивать. У нас проблема с этими пастбищами. Житель села Павел Чакир сетует, что в населённом пункте практически не осталось земли для выпаса скота. Он работает пастухом с 1962 года и давно говорит об этой проблеме. Всю атору овец на падбище планирует вывезти с 20 апреля. Выпас своих животных пока проводит возле загона для скота. В ходе бурных обсуждений прозвучали ряд мнений по решению данной проблемы. Кто-то предложил отдать земли на законных основаниях тем, кто уже ими пользуется. Для этого обрабатываемые площади необходимо вывезти на аукцион. Часть людей выразили мнение, что их не стоит переводить в категории пашни, а оставить как пастбище в публичной собственности. Они уже спаханные, посеянные и так далее. Коли они уже обрабатывают, оттуда берут свои доходы и так далее. Было такое решение, хотя бы два года. Земельная комиссия приняла решение, хотя бы за два года, чтобы они 110 гектаров оплатили, дать им в аренду эти земли, чтобы они в дальнейшем имели договор аренды и чтобы ежегодно они платили. Мы не голосовали, не узаконили это все. И сейчас они как работали в этой земле, так и они работают. И платить не будут. Мы очень плохо живем. Мы остались только одни старики. Пенсии наши маленькие. Молодежь питается, фастфудом можно сказать. А животноводство ушло. Почему ушло? Потому что у нас нет пастбищ. Кто имеет животноводство, пожалуйста, умерли и чувствуем. И их сомневаться, и их сомневаться, и кормовая культура. Мы есть, пожалуйста, есть. Любое время без препятствий мы можем верить. Если для берега, уйма, и кинжи, и клады, и клады, и клады, и клады. И ерд, и бешек, там, мы не будем качать. Пожалуйста, фишки аукционы, ген, а уни, ктар, салсан, бешек, там, для кормовой культуры. Это не препятствуем. Да, действительно, эта проблема у нас уже более 20 лет, как уже у нас пошла программа «Помэнт». Но к этому вопросу мы должны поставить точку. Почему? Потому что если вот этот самозахват земли будет продолжаться, молодые люди, которые энергичнее, имеют свою технику, готовы тоже так же сегодня захвачивать землю. Поэтому мы сегодня собрались здесь. Конечно, мы не пришли к знаменателям, то, что мы хотели прийти. Это сорвался, вы сами видели, но мы будем продолжать в том духе, что пастбище осталось в пастбище, потому что если мы хорошо будем задумываться над этим вопросом, это еще и экология. Инициатором консультации выступил советник села Конгас Геннадий Тулба. Он отметил, что данная проблема волнует не только его, но и жителей, которые к ним обращаются. Что касается пастбищ, я всегда выступал, чтобы пастбище должны остаться, они были и есть, и должны остаться в публичной собственности нашего села. При встрече с жителями нашими многие жалуются, что чабаны уже свои отары пасут прямо возле населенного пункта. Я их тоже прекрасно понимаю, потому что, что касается тех пастбищ, которые находятся подальше от населенного пункта, они уже все спаханы и, так скажем, самозахвачены. И все-таки с этим вопросом нужно поставить большую точку с этими пастбищами. Советник села Конгас Степан Арнаут также подчеркнул, что нужно оставить пастбище в публичной собственности и дать возможность людям, которые занимаются животноводством, пасти скот или же заготавливать корма. В принципе, прекрасно знаем мнение жителей, которые выступают против раздачи земель направо и налево, особенно людям, которые до сих пор обрабатывали это незаконно, теперь пытаются какими-то путями узаконить. Пастбище должны остаться у нас в селе как пастбище. Да, есть у нас пашни, пашни могут взять через акцион, арендовать и могут пахать там, но пастбище не должны трогать. Примарь села Конгас Михаил Есер отметил, что с проблемой незаконной обработки пастбищ сталкиваются и другие населенные пункты. Можешь подавать их тут. У нас даже утверждена граница вот то, что у нас эти 35 гектаров. Бумаги прошли позже, мы уже вернулись сюда. Советники села Конгас считают, что примария населенного пункта должна выявить, кто обрабатывает пастбище на незаконных основаниях и решить данный вопрос. Динаида Канцер, Александр Глеков, ГРТ Новости. Башка Ангагаузи Ирина Влаг посетила в Чадр-Лунге компанию по производству масел холодного отжима. Продукция производится из семян винограда, тыквы, конопли, расторопши, подсолнечника и грецкого ореха. Подробнее в сюжете Олега Дулогла. Компания по производству масел холодного отжима была основана более 10 лет назад. С каждым годом количество рабочих мест увеличивалось. И на данный момент в производстве задействовано 45 специалистов. Работники компании довольны условиями труда и тем, что у них есть возможность работать у себя на родине. Я уже три года с половиной здесь работаю, безвыездно, постоянно. Меня очень радует, что не надо уезжать, семью оставлять. Нас все устраивает и мы рады, что есть такое производство. Мы можем себя здесь реализовать, вырасти. Производим всякие видеомасел, переработка косточки виноградной, тыквенных семян, семян расторопшей. Условия идеальные для работы, для рабочих. Проект является для Республики Молдова инновационным, экологически чистым и полностью безотходным. Изготовленная продукция экспортируется в страны Европы, СНГ и Азии, сообщил директор компании Тельман Узун. Почему было принято решение? Первое, наверное, это уникальность. То есть в Молдове, в принципе, есть маленькие переработчики по таким растительным культурам, но мы являемся лидерами в целом. Второе, это была идея в плане того, что наши виноделы не знали, что в целом делать со своими отходами. Появилась такая идея, просто это перерабатывать и переводить уже в какое-то готовое сырье. Между исполнительным комитетом Гагузии и компанией в 2016 году было заключено инвестиционное соглашение о предоставлении инвестиционной субсидии сроком на пять лет на реализацию проекта «Модернизация производства по переработке отходов в винодельческой отрасли», отметила начальник управления экономического развития и туризма Гагузии Наталья Чувальская. Предприятием было успешно реализован данный проект. Хочу отметить, что это уникальное производство, инновационное производство для Республики Молдова. И с течения пяти лет предприятие выполнило все условия инвестиционного договора, все показатели были рассмотрены на инвестиционном совете и было принято решение выделить инвестиционную субсидию в размере 30% от суммы инвестиций. Башканга Гагузии Риновлаха отметила, что это уникальное в своем роде производство. Меня впечатлила работа компании, руководство компании, с какой серьезностью относятся они к делу. Я очень довольна, что это производство практически является единственным в Республике Молдова с полным циклом, и оно у нас в Гагузии. Это дорогого стоит, это наша визитная карточка. В 2022 году из фонда поддержки предпринимательства Гагузии был выделен первый транш инвестиционной субсидии предприятию в сумме 482 тысячи леев. Олег Дулогла, Леонид Афонос, ГРТ, новости. Муниципальные власти Камрата ведут планомерную работу по улучшению экологического состояния в пойме реки Алпук и безопасности жилых построек в этом районе в период дождей. Подробнее в сюжете. Необходимость сооружения этой дамбы появилась после затопления жилых домов, хозяйственных построек и экономических объектов в районе Винзавода в результате сильных проливных дождей в июле и сентябре 2020 года. Как отметил Сергей Анастасов, данное сооружение стало крупнейшим строительным объектом для города с момента развала Советского Союза. И построена дамба для жителей района Винзавод. Огромное сооружение, которое не строилось с момента развала, после развала Советского Союза, таких сооружений не было построено в нашем городе. А мы это построили. И саму дамбу мы строили чисто средствами из бюджета примарии. Привлекли инвесторов, меценатов, кто там работал. Не важно. Важно, что мы потратили всего лишь полтора миллиона лей, максимум два миллиона лей и построили объект сооружений, который имеет стоимость больше около 10 миллионов. Это важно. Примарь Сергей Анастасов заявил, что теперь вероятность заливов и подтоплений в районе Винзавода сведена к нулем. Задача достигнута. То, что мы жителям района Винзавода обещали, мы это сделали. И они сегодня могут спокойно спать. Уже не боясь, что будет какой-то дождь. И снова в их дома будет вода. И будет рисковать жизнью, и дети будут бояться при виде дождя. Дождю все радуются, но бояться не нужно. Поэтому все эти работы в нашем городе были сделаны. Примар отметил также участие муниципального совета в решении данного вопроса, который содействовал в выделении помощи пострадавшим от затопления и поддержал примарию в решении построить защитную дамбу в районе Винзавода. Во всех населенных пунктах автономии предпасхальная суета. Люди покупают продукты к столу, а местные власти убирают город к Пасхе. О предпраздничных приготовлениях в сюжете Наталья Андреяш. До Пасхи осталось несколько дней, и муниципальные власти вовсю занимаются последними приготовлениями к праздникам. Собирают мусор, убирают территории. Рассказала исполняющая обязанности примара Инна Влаг. Муниципальным предприятием ЖКХ «Комрад» проводится ряд мероприятий по уборке нашего города, по уборке двух кладбищ комрадских. Сотрудники и работники ЖКХ подметают, вывозят мусор, белят бордюры, белят деревья. Задействована и специализированная техника в работе. Примария призывает наших горожан для активного участия в уборке нашего города, для того, чтобы наш город оставался чистым, зелёным, современным. Работы по санитарной очистке проводятся в различных частях города, памятных местах и территориях, прилегающих к административным учреждениям, отметил исполняющий руководителя муниципального предприятия ЖКХ «Комрада» Пётр Пиогла. Преддверии Пасхи мы все убираем везде, белим, выводим порядок не только здесь, в Кукурузном городе, а и будем в центре делать. И на памятниках, и на кладбищах, везде мы наводим порядок. Уборка, самое главное, уборка и ещё раз уборка. Почему? Потому что все чистят в преддверии праздника, чистят свои огороды, свои дворы, всё выносят, и нам всё это приходится вывозить. Работы проводят бригады жилищно-коммунального хозяйства. Они обеспечены инвентарём и материалами для проведения работ по санитарной очистке территорий, сообщила специалист жилищно-коммунального хозяйства Анна Узун. Я со своими работниками беру по всему городу. После этого мы идём в свои дворы и делаем свои дворы. Убираем дворы, крупный мусор, подметаем, чтобы у нас было всегда чисто. Местные власти отмечают, что такие работы по санитарной очистке и благоустройству в городе проводятся несколько раз в год. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТ МД, на ютуб-канале и в фейсбуке. Оставайтесь с нами на канале ГРТ и с праздником Пасхи вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова